Девушки отдыхают 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 Культура пасса прекрасная, видение поля, тут можно много дифирамов петь. Что касается нашей команды, прям что-то на удивление сегодня. У многих ребят просто как не с той ноги встали. Передачи были не лучшим образом и открывание, и видение поля. Действительно, сейчас соглашусь, что по такой игре и по такому качеству игры и по тому, как разворачивались события 2-2 для нас, я думаю, что это действительно за благо. Теперь давайте смотреть фрагменты этого поединка. Напомню, что для нас все начиналось достаточно хорошо. Мы первыми добились успеха. С 11-метровой отметки Гидеон Гузина открыл счет. Смотрим, как Влад Лазарев врывает штрафную, его сбивают, и Гидеон катит в левый от вратаря угол, открывает счет. Но, к сожалению, до перерыва мы пропустили, хотя у нас был еще такой момент, и были еще несколько приятных подходов. Вот, кстати, эпизод, который у нас в первом обзоре не попал, и здесь из-под остоящее вот такой выстрел. Но Макс здорово угол сократил. Да, вышел и, соответственно, не позволил отличить с игроком и нефтехимика. А вот в этом эпизоде, к сожалению, подача с фланга приводит к тому, что наносится удар, и Гидеон открывает счет с голом его команды. Ну, и мы смотрим, вот второй тайм, вот здесь вот как так получилось. Ну, во-первых, конечно, вот здесь из центральной зоны просто мяч остается один у Котика, он просто катит мимо Бориско и выводит свою команду вперед. После этого Балтска, опять же, перехватил, конечно, инициативу, это следовало ожидать. Но при том, что процент владения мячом действительно был достаточно высок, ведь, по сути, прицельных ударов и ударов с творта практически не было. То есть были попытки наносить удары, причем они в основном были из неудобных позиций. Опять-таки, здесь я хвалю защиту нефтехимика, которую плотно накрывали, не давали бить, и вот здесь, наконец-то, нам удача улыбнулась, причем с первой попытки штанга, и вот только здесь уже Дима посылает мяч в сетку. Конечно, если бы этого не случилось, огорчение было полным. Вот смотрим еще раз. Здесь первый удар отражает перекладина, и вот здесь защитники немножко засуетились у нефтехимика, и, к счастью, вот повторный заброс приводит к тому, что в противоход защитнику и вратарю наносится удар, и сейчас становится 2-2. Да, ну что я хотел бы сказать, что я уже видел эту игру, как говорил он до этого в перерыве, я сказал, что Барков выйдет на замену, забьет. Да, единственное, правда, ты не сказал, что мы пропустим еще. Ну, вы не спрашивали про это. А, вот, ну, хороший отмаз. Ну, друзья, у нас, как всегда, рояль в кустах, да, подарок для вас, соответственно, мы приглашаем героя нашего матча сюда в студию. Дмитрий Барков здесь уже. Здравствуйте. Добрый. Ну, как ты понимаешь, раз мы тебя сюда пригласили, значит, соответственно, мы нашим коллегиальным решением решили, что ты заслуживаешь звания лучшего игрока матча. Тяжело было выходить вот так, на замену в такую игру? Тяжело. Ну, передайте, Владимир. Да, давай, да, Кисанич. Всегда тяжело выходить, когда команда уже играет столько минут, столько времени, и входить всегда тяжело. Наверняка разбирали команду вообще. Была такая тревога, что нефтехимик вот так сыграет в атаку. Два мяча, ну, команда, которая там у них... Гол-то за счастье. Ну, да, мы разбирали команду очень хорошо, знали, что команда очень мало забивает и мало пропускает. Были готовы к этой борьбе, которая, к сожалению, нам чуть где-то не удалась, эти голы. Я думаю, что мы контролировали игру, все равно мы очень много не забили. Были очень хорошие, много подходов, вот, не хватило чуть реализации, а вот эти голы, конечно, они нас чуть подломали. Ну, у тебя было на поле там буквально 10 минут, да, тем не менее, тебе вот давай вспомним вот этот эпизод еще раз. Если можно, я прошу сейчас наших операторов включить этот фрагмент, а Дмитрий как раз его прокомментирует. Как там происходило все? Дим, тебе слово. Да, ну, здесь Клён хорошо воспользовался своей техникой, сделал хорошую передачу. Да, накрутил, сделал хорошую передачу, где лазер должен был забивать, но хорошо, что защитники не разобрались, может быть, концентрация уже была потеряна, то есть 90-е где-то, да, какая-то там минута, и 87-е, потеря концентрации, да, вот, и поэтому, ошибка, которую мы воспользовались, потому что здесь выбил он просто мячик, да, его никто не мешал, они троем были на мяче. Наверное, потеря концентрации, последние минуты, как говорится... Ну, здесь видно, что ты прям такое ощущение, что ожидал, что лазер именно тебе кинет, ты немножко попятился? Я верил, верил. Да, Джамилов передачу голевую отдал, тут хочется выделить, что замену наши сыграли, Джамилов зря что отдавал, а то, что касается эпизода вот с этим голом, мне кажется, что после вот этой череды моментов, да, там, перекладин и так далее, произошло самое страшное для нефтехимика, очень структурная команда, защитники оказались лицом к своим воротам, что самое страшное, сбилась полностью структура, три защитника собрались в одном месте, и мы этим воспользовались. И там прям два пошли друг в друга, поэтому... Ну, это вот самое опасное, то, что у нефтехимика было при этом, и когда пенальти был, у них немножко структура сломалась, и тут, да, самое опасное, это когда защитник лицом к своим воротам, он уже, грубо говоря, отыгран от эпизода, начинается небольшая паника, но отметить то, что и Султан, да, это его первая игра в первенстве, он выходил на кубок в прошлом, ну, на этой неделе, вот в прошлом матче, вышел Султан, усилил, очень здорово смотрелся, вышел Дима, забил, и вот эта связка принесла результат, поэтому здесь нужно похвалить ребят, и у Димы это первый дебютный гол, с чем поздравляем, и я думаю, что вот этот приз, в том числе и поддержка с нашей стороны, она ему придаст уверенность, и он наберет, наберет то количество баллов, которое по праву должен набрать. – Да, мы очень тебе этого хотим пожелать, ну, и как тоже всей команде, да, потому что неделя получилась тяжелая, и кубок, к сожалению, у нас не сросся, да, и вот сегодня, слава богу, хоть ничейка, да, поэтому движение вперед продолжается, мы по-прежнему не проигрываем дома, что очень важно. – Не проиграем. – А? – И не проиграем. – И не проиграем. – Мы ловим тебя на слове. – Ну что, друзья, мы давайте, наверное, на этой позитивную ночь будем прощаться, программа «Между таймами» заканчивается, Эдуарду Валяхметову, который здесь по-прежнему еще здесь находится в студии, мы желаем тоже скорейшего возвращения на поле, Диме продолжения его голевых подвигов, Юрия новых идей и креатива в продвижении нашего замечательного клуба, ну и болельщикам не расстраиваться, мы по-прежнему в обойме. – Да, что плохо, мы не проиграем. – Мы вышли на первое место, на всякий случай, давай порадуемся новым фактором. Завтра еще неизвестно, как Аланец играет в стулы, в общем, все возможно, что мы… – Ничья будет. – А может, мы на первом месте лично останемся. – Ничья, ничья будет. – Хорошо. Все, огромное спасибо всем за внимание, болейте за Балтику, до новых встреч, счастливо. – Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин